здравствуйте товарищи ну что вот и наступил очередной год 2021 и в начале года сразу же обзор легендарные советские автомобили в масштабе 1 к 24 от компании ашет коллекция сегодня у нас номер 75 москвич 2137 грузопассажирская версия одного из самых известных москвичей советского союза да и вообще москвичей советского союза москвичей всего мира я бы сказал москвич 2040 но как бы он 2040 но не совсем 2040 потому что производство фургонов ну наверное все-таки производства не да давайте начнем с того что сначала начали производить фургоны или универсалы грузопассажирские версии на москвичей поэтому технологии было отработано очень хорошо начали их делать 408 москвичей поэтому многие технологические решения были перенесены на новые автомобили на новые модели и сейчас я объясню почему ну наверное не почему одни из них но помню все помню что у москвича начиная с 403 и до последнего 2040 бензобак находился посередине многие москвичи воды очень любили эту тему и говорили что это удобно но как бы с точки зрения безопасности мягко говоря нет но вот мы видим бак находится посередине но при этом горловина бензобака ввысь и вынесена здесь получается вправо в бок потому что центральная часть закрывается крышкой а мы помним что на 400 ну в общем короче на всех москвичах даже 412 горловина заливная находилась под номерным знаком также кстати здесь крышка сделана уже целиковая в отличие от предыдущего автомобиля это отдельно разрабатывалось смотрим на глушитель видим да что глушитель дабы не за дабы выхлопные газы не затягивались в салон вынесен немножечко в бок потому что здесь все-таки уплотнитель советский уплотнитель он самый плотный в мире ну вот он наверное не пропускает только я не знаю что он не пропускает но в общем он по ходу что-то пропускает и из-за аэродинамики выхлопные газы затягивались в салон поэтому пришлось форму глушитель если вы посмотрите ну сам даже не глушитель фу форму выхлопной системы так на точнее будет сделать немного с в е он нам да вы поняли вот она сбоку давайте рассмотрим модельку с передней передняя часть это естественно 2140 но при этом клыки конечно же травмы безопасные новые ручки травмы безопасные стоят надпись москвич 1500 хорошо читаем а хромированные псевдо колпаки на колесах модненькие такие ну колпаки есть и сзади накладки божественные такие самые модные у кого были колпаки ну не колпаки это все-таки накладки то есть накладка а сверху при она держалась колпаком это считалось круто ставился конечно в основном на экспортные варианты но в советском союзе они тоже попадались и так спереди читаем надпись а з л к или м зма чё тут написано увеличительный стекло бы мне а злк по моему с красной площадью ранее эмблемка хорошо смотрится оптика передняя радиаторная решетка черная пластиковая как надо с хромированной окантовкой повторители форма 412 москвича как всегда прослеживается но все равно и за счет того что убраны многие хромированные элементы немножко изменена передняя часть машина стала смотреться намного современнее то есть мы понимаем что 412 на тот момент был уж сильно устаревающий автомобиль и надо было пополнить валютные запасы родины и был придуман собственно 2140 так сказать обновленная вариация 412 москвича естественно с доработками естественно со всякими дополнительными историями в области техники безопасности но все равно это 400 даже не 12 а 8 но это калерическое отступление так смотрим приборная панель все правильно сделанная мягкая травма безопасная руль с шишкой с бугром с надписью азлк азлк тоже читается так передняя торпеда мне ничего не вижу потому что темно а вот так вот да даже радиоприемник присутствует я вижу колонку и переключалки снизу на бороде приятно приятно и кстати 2140 был первым советским автомобилем где по моему появилась система аварийной сигнализации аварийка 3 шкалы приборов читается читается бородачок карты дверей тоже читаются здесь уже стоят раздельные кресла с перфорированной с перфорированным кожзамом перфорированной в смысле с дырочками чтобы задницу вас не потела вот это хорошо видно дырки не видно но фактура самого сиденья достаточно правильно сделаны задние сиденье цельная и она естественно складывалась увеличивая кубатуру багажника обратите внимание кстати что задняя стойка которая является стойкой двери и поддерживает крышу находится четко над аркой заднего колеса и эта особенность идет еще с 408 москвича конечно тот скажет да так по-другому сделать нельзя да нельзя но мы говорим о ребре жесткости которая усиливала соответственно данный автомобиль потому что все таки геометрия была нарушена часть вырезана и еще интересная особенность кузов собирался практически вручную то есть но не вручную основной кузов сваривался на основном конвейере потом перекатывался кузов на дополнительный конвейер где делала задняя часть универсала восемь и шестом году универсал перестали производить потому что полностью сняли оборудование и для начала производства азл к москвич 2041 о итак смотрим дальше но я уже говорил про травм безопасные ручки личинка замка хроме от хрома соответственно здесь только что у нас нижняя сопля и немножко всяких декоративных накладок то есть по большому счету на задняя часть мы тоже видим до 412 2040 и совсем другой москвич но это неважно то хромированная ручка сзади железная накладка ну естественно не железная но железная накладка на спинку вообще компания шит коллекции уделяет особое внимание железным кузовам я знаю что вы сейчас скажете выполнены по технологии летят под высоким давлением это уже как очень наши тоже 75 75 выпуск так далее пересмотрим здесь вообще в универсалах москвичевских приятной особенностью было то что запаска инструментальные всякие ниши были убраны под общий пол то есть такая железная штука с ручками который поднимался там лежал запаска это во-первых удобнее в эксплуатации с эксплуатационной точки зрения ничего лишнего не валяется у тебя под ногами во-вторых действительно ровный пол багажника при сложенных спинках при сложенном заднем сиденье ну вообще если не если бы не торчащие арки было бы здорово и кстати дверь задняя поддерживалась газовыми амортизаторами газовыми упорами так ну давайте посмотрим еще снизу передняя независимая подвеска задние рессоры хорошо читается большой большой суп мост все все видно все очень хорошо брызговики все по фэн-шую техосмотр пройти можно и так конечно же это пятидверный универсал полная масса чуть более полутора тонн двигатель 75 лошадиных сил объем полтора литра классика жанра а 412 москвича естественно задний привод но здесь уже в отличие от 412 их также как у 40 потому что все-таки это передняя часть 40 передние дисковые задние барабаны колеса 13 радиус максимальной скорость 135 километров в час чуть медленнее чем обычный седан но за счет того что здесь стоит немножко другой редуктор расход 8 и 8 но всегда можно считать 10 потому что как ни старайся 10 литров на 100 километров это нормально кстати хочется сказать что многие москвичи ну как немногие москвичи естественно основной массе универсалы были даже проворульными использовали советском союзе по назначению то есть казалось бы это английская вариация но нет на праворульных москвичах советском союзе катались почтальоны которым было очень удобно не вылезая из-за руля запихивать почту в ящике развозить несмотря ни на что москвич хорош прямоугольные фары большая решетка радиатора хромированная окантовка эмблема азлк массивные крылья полное отсутствие боковых зеркал нет ни слева ни справа обратите внимание кстати на фальш диски их устанавливали на экспортные варианты но модные советские парни доставали их по блату и ставили на свои москвичи да классная машина но это все-таки 2137 а значит главное его достоинство багажник мать моя женщина привидится же такое но рассказ про легендарный советский автомобиль в масштабе 124 от компании от коллекции не будет полный конечно же без так сказать глянцевого журнала вот каждый раз я вам рибзи говорю что журнал вещь полезная механическая ступенчатая коробка передач почитайте поймете вообще как все это работает казалось бы все просто да нет ну и последняя статья малоизвестный брянский автозавод б з к т брянский завод колесных тягачей да никак я не могу туда попасть честно скажу вот каждый раз когда я брянск пишу так очень что там живут работают инопланетяне ну и да и так анонс сразу же на следующий 76 выпуск а красотка 21 211 него ну ладно пусть 211 было уже по моему 2121 если память не изменяет но да бог с ним засим решить отклониться еще раз вас наступившим новым годом носите маски удачи конечный стильный но какой-то уставший вообще завода появлялся каким-то уставшим тут мягкое и все как я уже говорил и торпеда и руль а как вам изогнутое лобовое стекло а